Здесь нет сомнений. Я ребят предупреждал сегодня перед игрой, что легкой прогулки не будет. Каждая команда выходит против нас играть с настроем, с желанием отобрать очки. И это было видно сегодня на игре «Буревестник». Они очень достойный волейбол показали. К сожалению, я недоволен действиями некоторых игроков, с которыми будем разбираться, что, почему и как. Я думаю, что в большей степени психология, потому что повлияла немножко еще травма игроков, которых пришлось по ходу матча перестраивать, перекраивать коллектив. Поэтому здесь все, наверное, в комплексе сыграло свою роль. Нас ожидают снова непростые игры. И простых игр в чемпионате, как я говорил, уже не будет. Мы это знаем, мы к этому должны быть готовы. И другого пути у нас просто нет. Впечатления такие, что доказали самим себе, что можем бороться с любой командой, в принципе, играть. При том, что будем делать минимум мизер своих ошибок, можем бороться. И где-то не дожали в концовках, обидно. Холоднокровия где-то не хватило. Не доработали немножко именно концовки первых двух партий. Думаю, нет. Может где-то технические моменты всплывают. Над этим еще стоит поработать. Работаем хорошо, взаимопонимание есть. Где-то они могут мне подсказать, где-то я им могу подсказать. Так, сегодня ребята уже играли лучше. Я же говорю, это молодь. Они будут добавлять с каждой грою, прогрессировать будет это 100%. И сегодня это уже показалось, что вчера играли, но не очень. А сегодня лучше. Но это, еще раз говорю, что Днепро команда больше опытнейшая. И все-таки в конце концовка это очень играет великую роль. У нас гравцы более молодые. И в конце концовки им очень тяжело даются. Ну, по-перше, хлопцы выполнили установку, которую получили перед грою. И это все работало. И поэтому мы давали такой результат. Ну, Днепро, звісно, десь, может, трохи після вчера, что наши игры налаштувались. Думают, что выйдут. Знаете, скажут, але я же говорю, мы будем бій давать в каждой игре. И будем додавать это 100%. Хорошая команда показала хорошую игру сегодня. Показали свои зубы. Мы, возможно, даже не рассчитывали на такую опору от соперника. Потому что на той стороне площадки хлопцы очень хорошо боролись. Подавали подачу, играли в приеме. Взагалі, мне кажется, все складывалось. Лише какие-то прикрепомилки помогли нам сегодня здобути перемогу, но с рахунком 3-1. Можливо, недооценка соперника. Можливо, трошки не вистачило часу, потому что вчера была вечерняя игра, сегодня раннейшая. Может, через это нам трошки не вистачило силы сразу забратися и играть с соперником, как остальную партию всю игру. Но соперник сегодня трошки нас вразил, можно сказать так. Конечно, травмы всегда плохие. Будь-який гравец, который выпадает из игры, так же, как и диагональный гравец. И, конечно, так же, Терешук потрапил, палец в глаз, он выпал из игры. Поэтому это все как-то трошки сбивает ритм и нужно снова налаштоваться на инж. С Вінницей, а уже команда, какие-то приемные, какие-то неприемные, но все равно, как сказать, свои хлопцы, можно так сказать. В Вінницей також молодая команда, там декілька майже досвідчених гравців, но я думаю, что они трошки покраще по складу, чем в Чернигах. Там молодость, зима, она более перспективная, более серьезная. Поэтому, я думаю, там немає, как нам трошечки дать собі слабину, так как с Черниговым, потому что мы не сможем забрати звати навіть одну перемогу. Житомир, конечно, сильная команда, которая претендует на чемпионство в этом году, так же, как и хотим сделать это мы. Поэтому нужно выходить и доводить на майданчик, что мы все-таки чего-то кошмем. Продолжение следует...